МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкционное противостояние сильно ударило по сельхозпроизводителям. Сокращаются рынки сбыта, аграрии терпят убытки. Подобные сообщения сегодня приходят из многих европейских стран, и Эстония не исключение. Объемы продаж в ключевой аграрной отрасли Эстонии, молочной, сократились почти на четверть. Здравствуйте, меня зовут Тимур Мухаммадей. Вашему вниманию очередной на этот раз эстонский выпуск программы кабинеты. Какие защитные меры в ответ на санкции готовы предпринять в эстонском минсельхозе? Почему аграрное ведомство рассматривает новые рынки сбыта, в том числе и в азиатском регионе, но и национальный аграрный бренд Эстонии? Об этом сегодня беседуем с министром сельского хозяйства Эстонии Ивари Падером. Здравствуйте, господин министр. Здравствуйте. Разрешите? Да. Здравствуйте. Меня зовут Тимур Мухаммадеев. Я в Алибадар. Телепрограмма кабинеты. Очень приятно. Я бы хотел разговор начать, наверное, с вашей профессиональной биографией. Вы уже повторно занимаете этот пост. Это так, что я уже третий раз как министр. Третий даже раз как министр. Я был первый раз министром сельского хозяйства уже 15 лет назад. Тогда, когда мы еще перед вступлением были в Европейский Союз. Тогда я был министром финансов тоже два года. И я был еще и членом Европарламента пять лет. И сейчас снова здесь в знакомом кабинете, в кабинете министра сельского хозяйства. Ну, как вы считаете, вот ваше назначение новое, последнее, нынешнее, сейчас, это есть, скажем так, задача каким-то образом изменить положение дел в сельском хозяйстве? Это какой-то особый акцент новый? Ну, нельзя так сказать даже. Можно сказать то, что у нас такие большие реформные периоды за садик. Так что у нас то, что надо сделать, сейчас надо идти по плану, по своему пути, по тем планам, что мы планировали. Так как в Европейском Союзе есть то, что планирование в бюджетном отрасли, это на семь лет. Ведь в течение этих семи лет, значит, мы все здесь посмотрим, какие мы планы взяли, что мы можем сделать. Так что я могу сказать, что на обшем плане сельского хозяйственного планирования в министерстве идёт, ну, таким нормальным путём, нормальным планированием. Ну, обязательно есть каждый год и каждое время есть свои особенности. Особенность этого года, конечно, то, что, хотя урожай очень хороший, но цены очень низкие. И цены очень низкие по этому поводу, что на мировом рынке цены упали в течение этого года довольно сильно. И, кроме того, есть и у нас ещё то проблема, что касается, что называется русской эмбарго. То, что Российская Федерация запретила импорт многих сельскохозяйственных продуктов и пищевых продуктов России. И сейчас надо найти новые рынки. Так что такие особенности в этом году. Что значит для вас найти новые рынки? Ну, это то, что... Это рынки какие-то европейские, получается? Да, не так даже европейские рынки, потому что у европейских рынков тоже есть свои возможности. Но большинство, конечно, то, что касается наших самых важных продуктов, экспорта, например, молочных продуктов, это обязательно азиатско-африканский регион. И потихонечку мы туда и экспортируем. И на этом пути надо идти дальше. Так что обязательно альтернативные рынки надо найти. Казахстан как один из новых рынков интересует вас? Обязательно. Обязательно. Так что у нас интерес Казахстана обязательно есть. У нас есть и такие первые связи. С чем это, вот я хотел как раз спросить, с чем это интерес связано? У нас интерес обязательно о том, что касается, значит, живого скота, и обязательно молока, обязательно рыба. И то, что мы сейчас импортируем, мы импортируем от Казахстана. Большинство это импорта, это шот. Так что связи с Казахстаном и сегодня, и будущим, конечно, для нас это очень такой актуально. Получается, в структуре преобладает молочное животноводство? Большинство молочное. Есть у нас и зерновые, и у нас, конечно, свиноводство тоже важную роль имеет. Эти такие три очень важных отрасли. И, конечно, такие альтернативные отрасли, как, например, мясный скот, чтобы использовать по полю, чем наших паспиш. И, значит, и парановодство, и с паранами занимаем по полю в последнее время. Так что и альтернативные довольно важны. Так что так есть. В структуре ВВП сельское хозяйство занимает больше 3% сейчас? Ну, где-то 3-4% сейчас занимается. Это так высок и занято, что довольно маленький. Сейчас то, что занято, это 2-3% от активного населения. Вот я, у нас довольно малая стаала, маленький фермов. У нас довольно таки сильная сельскосвязевственная структура. У нас, значит, сельскосвязевственная предприятия. Ну, ну, можно сказать, что это, что, ну, молочное молочное молочное, большинство, они-то по 300, по 500, по 1000 калов. Так что довольно такое сильное изменение сделали. Сильное изменение и на качество. Сейчас надо было делать изменение качества на то, что это европейский уровень. И мы это сделали. У нас очень качественный продукт сейчас. Вот сейчас в Казахстане очень такая дискуссия разворачивается по поводу генномодифицированных продуктов. Наверняка вы в курсе. И для вообще сельского хозяйства, наверное, такая очень тематика не совсем, скажем так, удобная, да? А в Евросоюзе какое отношение, какая оценка вот именно продуктов генномодифицированных? Очень такое осторожное. В европейском языке очень осторожное. Я же был 5 лет сыном Европарламента. И был в этих дискуссиях все время. Так что хоть я некоторые сельхозотрасли, как, например, кукуруза, по всему миру уже, можно сказать, что 100% модифицированное. И соя. Но на других отраслях, хоть это, например, картофель, европейский союз очень осторожно рассматривает. Так что очень внимательно смотрит, на каких направлениях можно пускать на рынок, только на каких направлениях нет. Так что можно сказать, что там довольно мало еще и таких научных, научных, значит, закончительных исследований. И по этому поводу и мы очень осторожны, и весь европейский союз очень осторожны. У сельского хозяйства Эстонии есть какой-то один ярко выраженный бренд? Ну, наверное, то, что молочная отрасль, это есть. Но такого, как мы знаем, хоть от Италии, там, парма, сыр, парма, значит, сыр или парма, значит, мясные продукты. Вот прямых таких нет. Есть один такой фактор, есть. Это старый Италий, как вы знаете. Это тоже, значит... Это ваш знаменитый легендарный запиток. Знаменитый легендарный ликер, старый Италий, обязательно. И интересно то, что, значит, все мы люди, которые еще из прошлого советского пространства помним еще. Интересно то, что и американцы, которые попробовали старого Италия, что Сталин любит старого Италия, что если смотреть такой маленький бренд, тогда старый Италий мест, хотя это не так связано с фермами и полями. Но, тем не менее, это так. Но все знают его. Господин министр, я благодарю вас за время, которое вы нам объявили. Спасибо за ваши ответы и удачи в делах. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода.